Данная часть областного парламента Областного бюджета снижается на 1,463 млрд рублей. Расходная часть областного бюджета увеличивается на 2,43,8 млрд рублей и составит почти 70 млрд. Законопроектом уточняются средства в части поступления суммы из федерального бюджета. Они пойдут на выплаты ежемесячного классного руководства, модернизацию школ искусств, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ишеевке. Также увеличились средства резервного фонда региона. Первое – это изменение бюджета, где сформировано резервный фонд в размере 2,160 млрд рублей, для того, чтобы мы могли качественно устранить все последствия той экономической ситуации, которая на сегодняшний день сложилась, это и помощь гражданам, и помощь мелкому, среднему бизнесу. Депутаты поддержали нормативные акты, направленные на оказание помощи малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. В результате налоговая ставка по упрощенке будет снижена для 19 видов экономической деятельности. Среди них – общественный транспорт, салоны красоты, санаторно-курортные организации, организация общественного питания. Льготы по налогу, по упрощенной системе налогообложения, по системе доходы минус расходы, а также доходы, снижаются ставки в одном случае в три раза, во втором случае в шесть раз, до одного процента, по пострадавшим, наиболее пострадавшим видам деятельности, оборот которых снизился в периоде марта-апреля до 95% от показателей, до кризисных показателей. Право на налоговые льготы получили и собственники торговых центров и нежилых помещений. Главная цель – снизить арендную плату для предпринимателей. Если среднемесячный объем доходов от сдачи составило более 80% от средней величины дохода, то налог на имущество организации будет составлять 0%. Если объем доходов составит 60-80%, то налог снизится до половины процента. Если же собственник получил от 40% таких доходов, налог на имущество организации он будет платить по ставке 1%. Льготу получат только те, кто снизили арендные ставки для своих арендаторов. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.